Кизил уродил и неплохой. Это сорт Семен или как его называет Николай Винтер грушевидный абориген крымский лучший сорт кизила из тех которых я знаю. Я вижу у вас тут и саженцы под кизилом. Да, занимаюсь саженцами. Наш любимый сорт трапезонт. Пару Слово разрешите мне. Мы еще посмотрим несколько деревьев кизила этого но я просто пользуюсь случаем что это видео будет размещено у Николая Винтера на канале я хочу показать ему похвастаться и перед вами его зрителями подписчиками как уродил у меня кизил. Каждый год такое. Мы каждый год с Николаем здесь бываем. 13-13 год этому дереву но я думаю здесь килограммов 15 минимум будет. Александр вы слыхали когда-нибудь такие сорта кизила как султанский, царегородский, испанский, шпан его еще просто речи называют. И как это ни странно вот этот сорт испокон веков назывался грушевидный и в селекции он был и были посадки культурные Многогектарные его на территории таврида. Но я не знаю опять же кто это придумал ему имя и имя такое Николай, ну очень красивое. С другой стороны во первых у меня был дедушка Семен, а во-вторых большинство сортов кизила имеет грушевидную форму и поэтому если его назвать грушевидным тяжело как-то определить, отличить один от другого. Когда я был таким молодым и красивым как вы, вот он один был такой грушевидный. У меня, вы знаете, есть рядом лес с моим поместьем и свободным опылением на грушевидный кизил получаю я там чуть ли не десятки форм. Да, у меня есть от вас подарок, форма Сруль называется. Сруль, да, в честь дедушки Ульянова Срульмойщевич, да, но я думаю что это не очень хорошая традиция, да, называть, ну приписывать себе чужие заслуги. Я думаю, на этом мы остановимся здесь и пойдем посмотрим другие сорта. Вот так нормально будет, да? Все, заканчиваем съемку? Нет, 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 идем смотрим следующий сорт. Вот так, так, проходите, проходите, проходите. А я с этой стороны зайду и покажу. Это тоже Семен, это тоже Семен. Хочу обратить ваше внимание, насколько он запаздывает в спелости ягод, потому что он находится в полутени. У меня он вообще зеленый. Да, да, а вот тот был на солнце. И еще, Николай, мы может быть с вами осветим тему. Дело в том, что у меня есть корнесобственный кизил Семен. Он поспевает гораздо раньше, чем привитый, потому что подвой тоже оказывает свое влияние на степень, на скорость поспевания сорта. Я давно об этом говорю. И я радуюсь за то, чтобы кизил был в корне собственной форме. Ну, мы будем с вами говорить о прививках. Ну, а чем вам не нравится вот этот урожай, великолепный привитого? Великолепный урожай, да. Ну, это быстрый способ размножения, быстрый способ получения урожая. И есть тонкости, как вы сказали. Ну, я человек старомодный, поэтому считаю, что корнесобственные отводками. Вот фундук размножается отводками, и никто от этого не умирает. Николай, можно я метнусь диким кабанчиком и покажу, что я тоже являюсь адептом вашей секты. И покажу, что у меня есть отводки. Вот видите, нижние ветки кизила я пригинаю. Вот это уже третий год укореняются горизонтальной отводкой три саженца. А это вот дуговидные отводки, две штучки. Но это не только здесь. Вот у меня ветки вот эти вот подрастают. И на следующий год я ее вот так тоже пришпилю, пригну, прикопаю. Посмотрите, собака внимательно вас слушает. Да тут у меня живности. Это кот. Смотрите, какая псина умная. Вот псина. Воза у нее умные, а? Николай, вот прошли мы вот этот вот сорт, который называется Московский рубин краснолистный. Он близок к спелости своей. Вот, и у него уже плюска практически зеленая. Тоже интересная ивантеевская селекция. Страпезон, да. Ну ничего, как вы говорили, должны цвести все цветы. В саду, да. Вы еще хотите какой-то кизил показать или в следующем видео? В следующем видео. Ага, ну хорошо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok